Субъект и технология Есть цели. Ради чего действуют? Вот это четыре пункта. Сам субъект, его технология, его ресурсы, его цели образуют четырех единств. Это такой квадратик. Поставьте по углам все эти точки. Это все вот эти цепи, соединения, все вместе существует. И для любого действия нужно единство этих четырех элементов. Почему, особенно со стратегическими субъектами, у нас такая проблема? Потому что стратегические цели, помните, в этой четверке я назвал цели, они-то придают действию осмысленность. Система – это совокупность элементов, связанных между собой единой целью. Наличие связи между элементами и целью делает систему чем-то большим, чем эти элементы в отдельности. Экземпери по этому поводу более красиво говорил о том, что собор не груда камней. Именно цель, архитектурный чертеж, придают груди камней смысл. В виде собора. И тогда каждый камень становится чем-то большим, чем он есть, если он валяется в отдельности от другого. Может, он свободен от других камней, но только у него смысла никакого нет. В нем ценности нет. А когда это камень в Нотр-Дам-де-Пари, то в нем есть смысл. Итак, главная цель. Цель требует идеала. Если идеальная подорвана в сознании, а вот в этом и был смысл перестройки, так сказать, что там атака шва не только по конкретным идеалам, там советским, коммунистическим, а по-идеальному вообще, произошла травма идеального сознания. Идеальная, в которой, если идеальная травмирована в сознании, то сознание не может выдвинуть большие стратегические цели. А если этих целей нет, то рушится все единство субъекта, проекта, целей и технологий. Если нет цели, то что объединяет субъект? За счет чего он формирует? Субъект формируется в поле смыслов. Смыслы порождают цель. Значит, уже нет и поля смыслов. Вот нет этого магнитного поля, притягивающего эти стружки, или этого архитектурного чертежа. Какой субъект? Нет его. Дальше возникает вопрос о ресурсе. Ну, нематериальные ресурсы, опять-таки, связаны со смыслом всем. Значит, речь идет только о материальных ресурсах, о бабках. Значит, тогда возникают бабки, которые дают манипуляторам, и технологии, с помощью которых манипуляторы манипулируют. Но дальше выясняется, что это можно делать только одним способом – разваливая общество, все более и более обеспечивая его деградацию, ну, как говорят они, диссоциацию, декомпозицию и все прочее. Абсолютизация технологий – это типичный постмодернистский прием. А общество, на котором упражняются постмодернисты, просто перестает существовать. Оно разваливается. Общество не может существовать без смыслов, без групп, без структур. Оно развалится, превращается в аморфную слизь. А вместе с этой аморфной слизью падает власть. Аморфная слизь не может сбросить власть, и даже будет всегда ее избирать. И чем аморфнее будет слизь, тем более она будет податлива, но только стоять на ней невозможно. Не только на штыках нельзя удержаться, но и на слизи. А абсолютизация технологий производит все большую слизь. Произвели слизь, а слизи надо стать еще более слизистой. Она все время жаждет ослиживания, превращения в все большую и большую слизь. Значит, надо еще больше ее разрушить. В итоге на этой слизи вообще стоять нельзя. Вы производите под собой болото, и потом вы в нем тонете с криком. Власть тонет, она не сбрасывается, а тонет в этом болоте без структурности. Соответственно, технологический прием – это и есть прием временного удержания власти путем разрушения своего общества. Ради этого технологии абсолютизируются. Абсолютизируются они как потому, что люди, которых абсолютизируют, не имеют идеального, оно не функционирует в их сознании, они даже могут о нем разговаривать. В нем внутри их нет. Она не порождает цели. Ну и все. Нет цели, нет смыслов, нет структур. Нет структур, что остается? Управлять слизью. Как можно ее управлять все больше и больше, ее делать аморфнее и аморфнее, повышать степень ее аморфности. Некоторые дельта В власти покупаются ценой увеличения дельта А аморфности. Ну, значит, власть падает по экспоненте в таких случаях. Она и падает. И с какого-то момента она переходит в черту, при которой прочность этой слизи становится так мала, что она не может удерживать государство. Тогда государство рушится. Это и есть типичный постмодернистский прием, который чаще всего применяется к чужим государствам. Поэтому постмодернизм на собственной территории применяется реже. Дополнительный прием есть вторичная архаизация. Это очень тоже любят постмодернисты, поскольку не все же готовы стать совсем такой беспринципной слизью. То вторая группа, которая работает по этим же технологиям, это группа, которая дает как бы назад суррогатные фундаменталистские ценности и возвращает в некую традицию, чаще всего с большой буквы, которая на самом деле есть фэнтези, изобретенная теми же постмодернистами. Они вращаются в каких-то смысловых псевдополях, которые модернисты могут выключить, переключить, снова включить. В принципе, это идея завтрашнего мира. Ну, как бы туда приносится слизь. Сама группа, которая приносит слизь, имеет какую-то свою идеологию, о которой надо поговорить отдельно. Она совсем узкая. И думаю, что идеология ее совсем разрушительная. Дальше идет вот эта слизь. А за слизью, которую можно произвольно управлять, идут специально выстраиваемые архаические структуры. И вот этот оранж-фундаментализм, который мы видели в Египте, где-то есть примерно это, вот это глобики, вот эти люди, которые, так сказать, с компьютерами и всеми прочим, это вот эта слизь, а за ними идет вот эта архаика. И вот эта композиция очень напоминает Мао Цзэдуна. Помните, мировой город и мировую деревню. Золотой миллиард и оставшаяся архаизированная часть человечества. Золотой миллиард – часть, превращенная в слизь, и часть архаизированная, огромная, в которой уже есть неразвитие. Мне кажется, что, может быть, все, что мы сейчас наблюдаем в Египте, Ливии, Тунисе и так далее, это есть просто первые шаги по осуществлению каких-то таких проектов. А в основе их, конечно, то, что нет целей. А когда у людей нет целей, они говорят о технологиях. Потому что больше говорить не о чем. В доме повешенного они говорят о веревке. У людей без идеального, в их присутствии, зачем говорить об идеалах, стратегических целях, смыслах, смысловых полях, структурах. Технология, быстрее к ней. А как иначе? Иначе не выживешь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова